Сегодня о прописке, которую необходимо сделать после получения ВНЖ, если, конечно, планируете продлеваться. Вы на канале Труки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Но срочности в решении этого вопроса нет. Никакого штрафа не будет. Штраф берется в том случае, если прописка была, вы сменили адрес жительства и не перепрописали в течение 21 дня. В таком случае будет штраф. В прошлом году был 120 лир. Был ли он сейчас повышен? Мы не знаем. Для того, чтобы прописаться, тебе нужны будут следующие документы. Понадобится копия икомет, копия паспорта и договора аренды. Копии договоров на коммунальные услуги, ну не менее двух, это может быть там газ и интернет, или вода, электричество, ну и так далее в различных комбинациях. Со всеми этими бумагами тебе необходимо идти в Ил-Гёч и Доресси-Мудур-Дулу. Сейчас на экране фото адресов по районам. На фото заклеенная клетка это те, которые относятся к Гёч-Мудур-Дулу в Умрании. Прошлым летом этот Гёч закрывался, а сейчас вот он вновь работает, мы недавно в нем были. В таких вот Гёч очередь может быть или живая, или по номеркам. Сам процесс очень быстрый. Сотрудник принимает по одному человеку, молча забирая документы. Если чего-то не хватает, то отправляют сходить в соседний опит-центр, он всегда рядом есть с таким Гёч, и там что-то отксерить. И потом зайти к нему сразу без очереди и сдать ему документы, где надо... Ну, все правильно, сдать ему документы, он в ответ тебе даст бумагу, на которую ты ставишь роспись. И, ну, если ты не один, там, а еще там с женой или ребенком, там, мужем, то необходимо в эту бумагу списать остальные. Вот. Так вот, он вам на руки отдает отрывную часть от этого документа, и это значит, что документы приняты. Через пару дней результаты прописки можешь узнать уже в ЕДИВЛЕТ. Проще простого. Но, если вдруг в квартире окажется, что прописан кто-то из граждан Турции, тогда прописать вас не смогут. Придется звонить по номеру 199, где они уже смогут предложить выписать человека вручную или назначат вам дату рандеву в НИУФ. Это учреждение по контролю народонаселения. Если же они этого не сделают, то придется ехать по указанному адресу своего района в назначенную дату. Там работа на пару минут. Выпишут этого человека, возьмут у вас документы и пропишут тут же вот. Ну, реально за две минуты. Но есть один нюанс. По номеру 199 нет русскоговорящих операторов. Только англо, турко, немецко и арабскоговорящие. Попробуйте поговорить с помощью уговорящего онлайн-переводчика, где есть считывание голоса с двух концов мобильника. Ну, либо попросите владельца квартиры позвонить по 199 и попросить выписать или получить рандеву. Если у вас нет знакомых, которые могут говорить по-английски или вы не говорите по-английски. На сайте Нюфуса вы не сможете получить рандеву, так как и коменты иностранца не позволяют это сделать. Несмотря на то, что... В интернете есть видеоинструкции, где люди рассказывали и даже показывали, как профессовались в Нюфусе и брали рандеву на сайте. Но у нас вот был постоянно отказ по причине иностранного и комета. Даже когда мы пришли сам в Нюфус физически, там был терминал с номерками, мы тоже там не смогли взять номерок, потому что у нас иностранные кометы. Там так и пишут. Да, получили ровно такой же отказ. И мы для этого позвонили даже в номер 157 и узнали, возможно ли получить на сайте Нюфус. И я вам сказала, нет, только по номеру 199. Вот так. Ну, вот и все. Тут работы-то не так много, но можешь попасть на бюрократическую какую-нибудь проволочечку. А пока подписывайтесь на наш канал, не пропустите интересные видео. Ставьте лайки, не забывайте про кулакочек. Свои вопросы, предложения можете писать в комментариях, а также на почту, которая указана в описании под видео. Также под видео есть наш сайт, куда ты всегда можешь обратиться с просьбой в аренде квартиры. А также можешь всегда воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok